Друзья, вы смотрите Привет, Ахмед. Меня зовут Ахмед Базиев, я заводчик и ветеринар, и мы запускаем новую рубрику «Новости отечественной кинологии». В этой рубрике будем говорить про все самые глобальные и самые интересные вопросы, которые прошли за месяц в нашей стране, связанные с кинологией в целом, про новые положения РКФ, про новости РКФ, про крутые выставки и про новые законы, касаемые наших с вами собак. Итак, сегодня в выпуске мы поговорим про чемпионат мира в Швейцарии, который уже стартовал. Также в этом выпуске мы поговорим про создание новой породы, это туинская овчарка. В этом же выпуске вы узнаете про новые выставки, которые называются «Кубок городов-героев». И это новый титул, который вносится в родословную наших собак. И очень такая насущная, наверное, проблема, новый закон, закон о обязательной регистрации собак и кошек на территории Московской области. Так что об этом всем. Сегодня в выпуске «Привет, Ахмед!» новости отечественной кинологии. Поехали! Для всех кинологов в мире, которые занимаются выставками, племенным разведением, выставка чемпионат мира является пределом и самой такой, знаете, высшей точкой в карьерном росте того или иного питомника, или того или иного заводчика, либо хендлера. И чемпионат мира это очень, знаете, круто. Когда у вас собака чемпиона мира, вы навсегда входите в историю породы, как заводчик, родивший собаку с титулом, получивший титул чемпиона мира. И вот в этом году чемпионат мира проходит в Женеве. Статистика его на самом деле удивляет. Это больше 22 тысяч собак записано. Россия представляет в этом году 156 собак. Невзирая на сложность, в принципе, в участии в этой истории, потому что логистически очень сложно доехать. Некоторые люди поехали, их на границах, допустим, завернули, как рассказывают очевидцы. Некоторые все-таки доехали, но тем не менее Россия представлена 156 собаками. На самом деле это очень мало. Обычно Россия представляет очень много собак на разных чемпионатах мира. Ну и сейчас это связано с определенной политической обстановкой в принципе в мире. Вы об этом все знаете. Но тем не менее в Женеве чемпионат мира наши собаки там. Мы желаем успехов, побед и отечественной кинологии, я уверен, достойно выступит на этой выставке. И в копилке наших отечественных кинологов появятся новые чемпионы мира. И мы, как всегда, войдем в историю мировой кинологии, как заводчики очень красивых собак, которые станут чемпионами мира. Так что следим за новостями и надеюсь, что все будет хорошо. И мы будем снова чемпионами. Очень важная новость для поклонников отечественных пород собак. И очень такое, знаете, знаковое событие для владельцев тувинской овчарки. Президент РКИ Владимир Семенович Голубев инициировал создание комиссии по сохранению культурного наследия республики Тувы породы тувинская овчарка. Это очень редкая порода. И сейчас будут, кстати, будут проходить определенные смотры с элементами бонетировки, сбором генетического материала этих особей, чтобы выделить в отдельную породу, которую со временем Российская Логическая Федерация будет регистрировать. И будет отдельная порода тувинская овчарка. Тувинская овчарка – это одна из аборигенных отечественных пород. Сами тувинцы ее называют кадрчиыт, порода, которая была верным помощником людям в истории животноводства. Она охраняла стада, она защищала их от хищников и была таким, знаете, компаньоном. Порода очень древняя, порода очень редкая. И сейчас, благодаря РКФ, инициативе президента РКФ Владимира Семеновича Голови, была организована комиссия по сохранению культурного наследия республики Тувы. Это тувинская овчарка, также преподавательские республики Тувы. И сейчас проходят определенные племенные смотры с элементами бонетировки, сбором генетического материала, чтобы понять вообще весь генофонд породы. Эта новость очень знаковая для всех владельцев тувинской овчарки, для всех любителей этой породы. Потому что сейчас происходят все эти технические мероприятия по изучению этой крутой породы и впоследствии признание официально ее на уровне нашей страны, РКФ. Причем тувинская овчарка ест уже питомник. Одни из самых первых, допустим, питомник Мангунтайга, который был сделан на базе Института общей кинетики Мивавилова. И там разводили этих собак, причем они появились после какой-то экспедиции, когда их привезли сюда и стали культивировать. Порода очень неприхотливая, порода очень крутая, с нормальной психикой, с хорошими пастушьими качествами, с охранными качествами. Это вообще хороший компаньон. Много людей, которые ее держат в той же самой Туве и являются такими, знаете, носителями вот этой культурного наследия республики. И сейчас были уже, повторюсь, определенные экспедиции, где собирался биологический материал, делали замеры, промеры этих собак. И совсем скоро, надеюсь, у нас появится новая порода, тувинская обчарка, официально зарегистрированная. Потому что собак сейчас, их немного, но они есть. И они все по внешнему виду, по фенотипу практически одинаковые. Их сейчас будут выводить в определенную свою отдельную породу. Так что ждем новостей по этому поводу. И огромное спасибо Российской Федерации и президенту РК Владимиру Семеновичу Голубеву за то, что в нашей стране происходят вот такие экспедиции, такие исследования. И благодаря поддержке нашего президента Федерации мы получим новую породу. И это очень круто. Так что ждем новостей по тувинской овчарке. Для любителей выставок и для заводчиков, которые очень часто посещают выставки в нашей стране по инициативе Российской Федерации Служебного Собаководства сейчас проходят выставки в рамках Кубка Городов Героев. Это выставки именно в тех городах, которые являются городами-героями Великой Отечественной войны. Выставки с названием Кубок Городов Героев прошли уже в несколько этапов. Они уже были в Смоленске, в Мае, были в Керчи, в Туле, в Волгограде, в Москве. Будут в Мурманске, будут в Санкт-Петербурге. Во всех городах Героев, этим словом. И этот титул вносится, повторюсь, в родословную у собаки. Будут выдавать сертификат. Красивый кубок. Он как гжель такой, знаете, вот сделан. И это очень круто. И я поздравляю всех, кто на этих выставках участвует. И это очень хорошая история для общего патриотизма. Потому что, знаете, наша страна, она очень много потеряла во время Великой Отечественной войны. И память это та история, которую нужно знать, помнить и чтить. Поэтому огромное спасибо РКФ за вот эту историю, за эту идею, что есть выставки Куба Городов Героев. Ну и самая, наверное, нашумевшая новость для всех владельцев собак. Это с 1 сентября этого года жители Московской области обязаны официально регистрировать на портале госуслуг своих домашних животных. Причем есть оговорка, что собак регистрировать обязательно, а кошек добровольно. Но пока, на самом деле, все очень просто. На портале госуслуг появится специальный раздел регистрации домашних животных, где вы должны будете внести данные о прививках, об окрасе вашей собаке породы, загрузить фотографию, определенные номера клеем, я так понимаю. И все данные о вашем животном, чтобы впоследствии это был определенный свой реестр домашних животных Московской области. Пока это в Московской области, собак, повторюсь, надо регистрировать обязательно. Кошек добровольно. Причем там есть даже оговорен такой пункт, что в течение 14 дней с момента наступления животному трехмесячного возраста вы обязаны его зарегистрировать. Причем это не касается дачников, которые просто приезжают на какой-то летний период в Московскую область, а именно тех, кто официально зарегистрированы в Московской области и содержат животных. Это на самом деле сделано для того, чтобы все-таки ответственно люди относились к домашним животным и понимали, что в случае жестокого обращения, либо в случае каких-то таких неправомерных действий, они будут нести ответственность за то, что их животное либо кого-то там укусило, либо куда-то убежало и причинило какой-то вред окружающим людям, либо они как-то относятся жестоко к своему животному, это все будет фиксироваться и впоследствии будет, наверное, разбираться с определенными правоохранительными органами. Но я считаю, что это очень хорошая история, потому что это ответственное собаководство. Это то, о чем я всегда говорю, то, о чем говорит наша Российская Логичная Федерация, что нужно к животным относиться ответственно и соблюдать определенные нормы и правила. Так что, друзья, с 1 сентября этого года вы обязаны на портале госуслуг зарегистрировать ваших собак, внести все данные о них, даже если вы собаку взяли с приюта, даже если она беспородная, вы все равно обязаны ее регистрировать. Кошки пока эта история добровольная, кто хочет регистрирует, кто хочет нет. Но собаке это обязательно, поэтому давайте соблюдать законы нашей страны, заниматься и понимать, что такое ответственное собаководство, заниматься ответственным собаководством, и, как говорил Экзюпери в «Маленьком принце», мы в ответе за тех, кого приручили. Ну что, это были все новости, которые мне показались главными за этот месяц в нашей отечественной кинологии. Так что, смотрите «Привет, Ахмед», эта рубрика будет регулярная. Следующий выпуск будет уже сентябрьский, и мы расскажем про те новости, которые мне показались важными для наших кинологов-собаководов. Смотрите «Привет, Ахмед», и будет вам счастье!